Давайте сейчас быстрее представим нашего гостя, пока у меня не поднялось давление и пульс, потому что сегодня она пришла не одна. Сегодня у нас в студии Татьяна Болгарова, террариумист и вместе с ней еще два вот таких вот худеньких, длинных товарища. Здравствуйте, Таня. Здравствуйте. Таня, кого вы нам принесли, кто тут вместе с вами приполз? Моисовый полос. Зачем? Ну, это скорее, чтобы показать о том, что даже вот такие вот маленькие страшные, но не страшные существа бывают очень даже красивыми. Таня, это одна и та же змея, только в молодом варианте и в зрелом, да? Да, это одна и та же, но этот еще чуть-чуть другого вида. Ну, это прям насыщенный апельсиновый, а вот этот уже... Да, обносился. Этот именно является более таким, как бы, стандартным вариантом окраса у него идет. Это уже взрослый? Да, это взрослый уже мальчик. Ну, то есть больше он не будет? Нет. Они растут, как бы, змея растет всю жизнь, но понятно, что со временем начинает замедляться, но все меньше и меньше замедляется. А там в природе, где она живет, вот примерно вокруг все вот такое оранжевенькое, и она специально такого цвета, чтобы там прятаться? Да, это специально именно, так как это в основном, ну, вот опять же, крысиный полос, та же кукурузная змея, это ребята, они в основном находятся на полях Америки, Мексики иногда, и они, ну, подстраиваются немножко и под ту же траву и проще, чтобы выловить. То есть как наши ужи, то есть примерно... Да, да. Как элегантно ползет по коробочке малышка, обратите внимание, просто прелесть. В интернете пишут, что эти змеи заставят тебя любить змей. Вот именно этот полос, да? Да, я не фанат змей, скажем, мягко. Мягко говоря. Да, и я пока не вижу причины, почему я могу их полюбить, объясните вы. Потому что это очень хороший характер у них. Очень редко бывает, когда эта змея подумает укусить, или у него будет такое настроение и прочее. То есть это самая новичковая такая вот змея, которая практически можно даже ребенку, ну, понятно, что ребенку не прям маленькому. Хотя у нас ребенок вот с двух лет, он брал змею, тихо, сюда, вот. Он брал змею спокойно. Смотрите, как она обвивается красиво вокруг нашего стола. Шикарно, просто шикарно. Вот я понимаю, там, любить котенка, любить там собачку, с ней можно поиграться, по ушкам там помурчать. А в чем выражается любовь к змеям, как они проявляют свою любовь? Ну, это даже, вообще, змеи, питомцы, именно для людей, у кого мало времени. Вот мало времени, но очень хочется, чтобы вот кто-то живой был у тебя в квартире. Потому что для них хватает очень мало времени, чтобы поухаживать. Это поменял воду, раз в неделю покормил, и как бы все. А некоторые, ну, более большие змеи, вообще раз в месяц. И как бы, да, это удобно. Тань, легко ли такую змею содержать дома? Какие ей нужны условия? Террариум, свет, что там для нее? Ну, вот для маленького вообще не нужен террариум, потому что тот террариум, который нужен для большой змей, он для нее будет очень большой. И она будет просто в ней путаться. И действительно, она может умереть от того, что не найдет поилку. Да, бывают такие змеи, особенно во время линьки, ей может не хватать вот этого влаги или тепла, и она может не успеть. То есть нужен уютный уголок? Да. И для этого используют, ну, вот опять же, боксы и прочее. Ну, не такие, конечно, чуть побольше. Вы говорите, что ее кормить надо раз в неделю. Да. Ну, малыша кормят там самых-самых, это уже через день, через два, ну, то есть в зависимости от размера. А взрослая, она кормится раз в неделю. Я видел, как один удав проглотил цыпленка, и потом из него вышли только зерна кукурузы, потому что они не перевариваются у них. Ну, да, это и есть. То есть, ну, какой-то органикой нет смысла, они не будут ни зерно, ничего. Нет, вот опять же, ту же, ну, допустим, на примере маиса, ту же мышку мы кормим теми же фруктами, овощами и прочим, потому что через мышь змея получает вот эти все действительно питательные вещества. То есть просто так она яблока не будет есть? Нет, конечно, нет. А в мышке съест. Да. Ну, это, грубо говоря, лайфхак, как не давать витамины змее. Ну, не колоть ее или... Полезный лайфхак. Затунь яблоко в мышку, мышка в змею. Да, 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 это действительно так. Ну, детей обычно так, да, витамины? Какие-то сладкие. Пакетик от сока, сироп от кашля через трубочку. А как она проявляет к вам свою любовь? Вот кошка может потом помурчать, а змея... Ну, вот последние именно есть такие исследования, где сказано, что, ну, понятно, что какой-то эмпатии, симпатии. Смотри, как она коробку отодвинул. Она сильная. Да, да, да. Сань, я положила сценарий на стол. Ты хочешь взять ее? Ну, мне нужна твоя помощь. Меня же не добросят, Таня. Ну, давай. Без посредников. Обойдитесь без... Ну, вот. Она может прыгнуть? Таня, дай руку. Мне придется ее все-таки передать. Да. А как это делать? А вот так вот просто подхватываете. Вот. Ну, она теплая, кстати. Так я же говорила, тебе предупреждала. Так, 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 она мой палец. Ой, она между пальцами. Не боись. Она очень нежная. Ну, как бы она приятная. Она не холодная почему-то. Я думал, что... Они хорошо набирают тепло именно в себя. Есть такое вот... Даже у нас на Днестре можно увидеть утром, летом, когда вот все гадюки уже наши вот на камешке. Это они именно тепло набирают за... Это не очень приятная картина. На меня так Таня стала плотно обнимать. Это что значит? Чтобы не упасть. Я ей очень нравлюсь или я ей уже не нравлюсь? Нет, это чтобы не упасть. Потому что... Она боится. Переживай, я тебя придерживаю. Я тебя не уроню. А я могу маленькую взять, пока мой калибр? Она же вообще не кусается. Нет, они все кусаются, но маленькая кусается... А как ее правильно брать? Меня очень красиво. Посмотри, Саша, у меня прям браслет изменили. Мне кажется, ей не нравится. И просто давайте... Нет, вторую руку поддавать. Да, чтобы она чувствовала, что есть опора. Ага, так, она смотрит на меня, и мне это не очень нравится. Не бойся, Саша. Она под рукав не залезет? Нет, может, они любят, или вот туда. Там темно, там тепленько. А вот громкие запахи какие-то? Резкие запахи. Запахи духов именно резких. Им не нравится. О, вот это холодное, кстати, почему? Маленькое быстрее остывает. Они у меня... Я привезла с теплой бутылкой воды. И грела их, да? Да, потому что по дороге, чтобы было комфортно. Супер. Таня, ну вот смотри, кошкам меняют песок, этим хомячкам опилки. А вот у змей есть какой-то туалет? Им надо что-то менять? Ну, так скажем, у них туалет бывает там, где ей захочется. В основном есть многие змей, которые умеют, ну не то чтобы умеют, но любят это всё делать, делать именно в поилку а-ля купалка. Ага. Ну, это для этой змеи подходит даже обычная поилка для вот кошек и собак. Ей достаточно. Плюс это очень удобно мыть. Это вот если мы говорим про удобство. Вот это ещё даже меньше. Но они получают удовольствие от общения с людьми. Или она ждёт, когда ты меня уже поскорее положишь в коробку? Им интересно. Ну то есть особенно молодым, вот маленьким, они в основном даже всегда активны. Ты берёшь, если взрослая змея, она в какой-то момент останавливается у тебя, и она действительно как будто засыпает. Если она согреется у вас на шее, всё. Она будет дальше спать, вы можете ходить делать свои дела. Она хорошо крепится и всё, и спит. У меня есть ощущение, что мы подружились. Он смотрит на змею с интересом. И она тоже. Она реально смотрит мне в глаза. Правда, вот этот язык двойной, он немножечко, конечно, смущает. Она тебя общупывает. Ну да. Она понимает, есть опасность или нет, где она находится, есть что интересное для неё. А как она определяет опасность? Опять же, резкие звуки, даже не звуки, а резкие движения. Потише лучше с ней. Ну да, но даже не то чтобы опасность, она скорее понимает, она упадёт, не упадёт. Можно дальше идти или нет. То есть вот такие вот банальные вещи. А у них есть имена? Нет, у них нет имен. А змеям не дают имя? Нет, мы не даем имя. А вы просто не хотите? Да. Можно было твою назвать мандаринка, а мою колбаска. Может быть, так и закрепится. Запоминаем. Таня, очень интересно. Я вот сейчас держу её в руках, и я понимаю, почему вас не тянет. Ну давай, чтобы у нас была кульминация нашей встречи, давай я попробую всё-таки взять большую змею. Ну давай, давай, давай. Сейчас Саша войдёт в свой страх и справится с ним. Если что, скорую мы вызовем уже за кадром. Змея разве что. Змея, да? Да. Ой-ой-ой, это уже что-то посерьёзно, что-то ей как-то не понравилось. Да всё ей нравится, просто мы её на весу подержали, она немножко заволновалась. Она куда-то хочет за пазуху, по-моему, залезть. Сейчас, где-то теплее. Так, так, так. Так, ну давайте, наверное, уже будем. Даня, а болеть может чем-то змея? Вот знаете, как там у кошек, блохи, у собак там? Они болеют абсолютно всем, включая даже наши болезни. Человеческие? Да. Простыть может? Коронавирус? Всё может? Да. Особенно коронавирус, вот по последнему именно таким вот крупные змеи болеют. То есть уже как бы зафиксировано. А как-то уже, да, она чихает? И как же их лечить? Нос им не высморкаешь? У них, да, у них затруднённое дыхание, у них повышенная температура, что не характерно для именно змей. Ну то есть такие прям признаки есть. И лечение, естественно, гораздо сложнее, чем у человека. Тоже идут последствия на те же лёгкие. То есть всё как и у нас. Даже тем же раком они тоже болеют. Я не знаю, кого они расслабляют, но я вижу, как у меня поднялся пульс. Я пока держусь, но как бы... А вот пульс змеи мы никак не можем померить. Вот если ей сейчас что-то не понравится на Сашиной руке, она даст ему как-то об этом понять, знать? Ну вот заметь, она не обмотала меня, как тебя, то есть ей здесь интересно. А я объясню. Вытянутая рука, есть место побольше, так скажу. Твоя рука побольше. Она что-то смотрит мне в глаза, мне кажется, нам нужно уже заканчивать наш разговор. Саша считает, что все ему смотрят в глаза. Таня, очень интересно было. Я знаю, что у вас в террариуме ещё много таких же любопытных питомцев. Мы вас ждём в гости со всеми и будем со всеми поближе знакомиться. Саша будет прорабатывать свои страхи. Да, это, конечно, очень интересно. Ну а мы сейчас отправляемся в тренажёрный зал. Половина весны уже прошла. Ну, возможно, успеем ещё подготовиться к лету. Продолжение следует...